Всех приветствую на дворе лета 2021 года. Сегодня замечательная погода и сегодня у нас будет прогулка по заброшенной школе. Если вам это интересно, я хочу, чтобы вы составили мне компанию. Итак, сегодня мы посетим заброшенную школу, которая находится в Семеновском районе. Сейчас пройдем по заросшей территории, по старому советскому асфальту и подойдем и посмотрим на эту школу. Вот такое вот здание. Вот оно, одноэтажное кирпичное здание. И сейчас мы зайдем внутрь и посмотрим, что там может быть интересного. Ну вот прямо перед нами мы видим такой монумент. Здесь когда-то не так давно стояла пушка, но сейчас ее уже нет. Школа была названа именем Ионы Карповича Груздева. Он родился в 1923 году в деревне Якимиха Семеновского района. Он окончил восьмилетнюю школу, работал в колхозе. В 1942 году он был призван на службу Красную армию и ушел на фронт. В 1943 году в звании младшего сержанта был пулеметчиком и отличился во время битвы за Днепр. Во время переправы через Днепр, несмотря на массированный вражеский огонь, Груздев одним из первых добрался до берега Днепра с пулеметом в руках. Одним из первых он ворвался во вражескую траншею и уничтожил пулеметным огнем две огневые точки противника. Этим он обеспечил продвижение советских подразделений вглубь вражеского тыла. В этом бою он погиб. Ему было всего 20 лет. За проявленный героизм и мужество посмертно Иона Карпович Груздев, гвардии младший сержант, был удостоен звания Героя Советского Союза. Иона Карпович Груздев был награжден Орденом Ленина. Его именем была названа улица в городе Семенове и школа, в которой он учился. Сегодня мы приехали в эту школу и пройдем по ее помещениям. Да, полы совершенно в плачевном состоянии, ходить по ним очень опасно. Попробую пойти по краешку. Вот, смотрите. Что здесь написано. Наши земляки-герои и фамилии. Те, кто когда-то воевал, чтобы эта школа существовала, чтобы здесь смогли учиться дети. Вот еще один класс. Здесь остатки детских рисунков. Вот, шапчик. Вот, шапчик. Вот, шапчик. полы очень угрожающий скрипят от моими ногами как бы действительно не провалится мне интересно пройти дальше я даже не знаю стоит ли это делать полы действительно в очень плохом состоянии ну вот здесь мы видим это как раз списки тех кто отдал свои жизни в великой отечественной войне это те люди которые жили и вот здесь вот надпись его имя носит школа школа имени груздева и к здесь совсем опасно ходить пройти по краешку до очередной класс очередная классная комната здесь на полу очень много книг может быть здесь даже была библиотека но теперь уже это неизвестно смотрите сколько книг и вот что мы здесь видим жизнь животных и жизнь растений а Здесь очередной класс, здесь уже совершенно пустая комната. Литературное чтение, второй класс, часть вторая. Еще один класс, совершенно пустой. Дверь заперта. И кругом гнилые полы. Я давно не видел, чтобы полы были в таком плохом состоянии. Ну погоди, лето 2004 года. Что у нас могло быть здесь? Помещение очень похоже на небольшую кухню. То есть, возможно, здесь как раз была кухня, а здесь небольшая столовая. Сейчас я как раз выйду и в нее зайду. Из кухонного помещения выйду. Наши достижения. Да, вот они достижения. Я думаю, что вот здесь, именно здесь и была небольшая столовая. Два окошка для раздачи пищи, большое окно. И второе, куда сдавали использованную посуду. Думаю, что так оно и было. Вот еще одна комната. Духовно-нравственное воспитание учащихся. Эта комната совершенно полная мусора. Здесь же опять наше достижение и информация. Совет физкультуры школы. И техника безопасности на уроках. Инструкции по безопасности. Ну и впереди нас очень большой спортзал. Дверь у него заперта. Но вот я загляну отсюда. Такой спортзал. Возможно, здесь я сейчас смогу пройти в него. Да, совершенно верно. Вот я и спортзал. Громная спортзал. Табличка даже осталась. Кабинет. Физ. Воспитание. Здесь мы видим стеллажи. И очень много грамот. Вот. Смотрите. Владимир Ильич Ленин кругом. Почетные грамоты. А вот они. Дипломы и почетные грамоты. Самых разных лет. Одна из них датирована июнем 1988 года. Как давно ушел этот 1988 год. Почетные грамоты. Сейчас мы еще немножко пройдем по зданию школы. Посмотрим другие кабинеты. Тоже огромный кабинет. Что мы здесь видим? Карта. Карта. Вот такая карта. В чудесном месте находилась эта школа. Посмотрите. Сейчас покажу вид из окон. Изумительная природа. Вот. Деревья. Чистый воздух. Как жаль, что эта школа прекратила свое существование. Вот очередной кабинет. Классная комната. Остатки обоев висят. Сохранились еще на стенах. В принципе здесь больше ничего нет. Вот еще помещение. Резервный класс. Вот такая вот надпись. И ход него вот такой. Еще одна. Один класс. Смотрите. Огромный класс. О, доска здесь. И тоже сохранились обои. И даже вот люстры висят. Дальше идти очень опасно. Очень опасно здесь ходить. Смотрите. Это кинопленка. Видимо где-то был киноаппарат. Кинопленка валяется. Что мы видим здесь? Тоже огромный зал. Памятка для учащихся. Техника безопасности при работе на токарном станке по металлу. Значит здесь был большой кабинет труда. Смотрите какой большой был кабинет. Опять же техника безопасности плакаты. Приработаны станки. Здесь везде мы видим плакаты по технике безопасности. Станок падения. Ну совсем пустой кабинет. Дела и люди нашего колхоза. Здесь, как я понимаю, были туалеты, санузлы. Для мальчиков и девочек. Там темнота полная. И вот еще один кабинет. Невесомость. Опора неподвижна. Смотрите плакат фильмов. Зудов. Зудов вы уволены. Мосфильм. И нужна солистка. Рижская киностудия. Фильмы еще советских времен. Здесь пустые полки. И я думаю, сейчас мы уже будем выходить из этого здания. Надеюсь, обойдется без травм, что пол меня выдержит. Вот очередное большое помещение. Теперь уже трудно сказать предназначение его. Ну и здесь огромная доска. Химическая посуда. Значит, это была химическая лаборатория. Понятно. Кабинет химии. Здесь совсем опасно. Ну, вроде прошел. Ну что ж, а теперь, я думаю, мы будем покидать уже здание школы. Когда-то это была хорошая большая школа. Очень жаль, что ее судьба оказалась столь плачевной. Школа была закрыта примерно в 2010 году. С тех пор здание разрушалось и подвергалось вандализму. Остается надеяться, что дети этой деревни теперь учатся в более комфортабельной современной школе. Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, вам понравилось это видео. Всего самого доброго и до новых встреч!